А-а-а! Это белая! А-а-а-а! Нет, это просто Филипп. Да, я так и знала. О, снова сбежал из террариума пирса, да? Какой умный хамелеон. Я знаю, что ты хочешь погулять, но тебе лучше вернуться к пирсу. Вырасти! Не могу поверить, что придется носить эту розовую форму все выходные. Еще одна причина подняться на следующий уровень в лагере. У них фиолетовая форма. О-о-о, мне очень идет фиолетовый. Надо переименовать его в лиловый. Понимаете? Нет? Лайла, лиловый. Фиолетовый, лиловый, лилия, как цветок. Вам не понять. Нам нужно заработать побольше значков. И держаться подальше от белой дамы. Надеюсь, за это дают значок. А держаться подальше от того, чего нет, будет очень легко. Джинни, ты веришь в привидений? У меня нет доказательств их существования. Но моя двоюродная сестра Тори видела белую даму в прошлом году. Тори ее видела? Она такая стильная. Если она верит в привидений, то и я тоже. Что, я взяла все самое необходимое? Три шампуня, четыре кондиционера, шесть гелей. Вот слушай. Джинни, сколько шампуней нужно Лайли на выходные? Ни одного. В лагере нет душевых. Значит, у меня каждый день будет ужасная прическа. Хорошо, что я взяла фен и плойку. Электричества тоже нет. Все, я хочу домой. Ты не можешь сбежать. Наш девиз всегда вместе. А значит, без тебя мы никуда не пойдем. Тори! Привет, Шанни. Как дела? Отлично. Только, знаешь, Поли не верит в белую даму. Ты правда ее видела, да? Да. И могу рассказать, как это было. Но эта история только для самых смелых девочек. Я смелая? Наверное. Я бы не стала рассказывать это всем подряд, но раз уж мы сестры. Вот список любимых вещей белой дамы. Собери их все, отнеси в кленовую рощу в полнолуние, и она обязательно появится. Но полнолуние сегодня. Ага. Удачи, сестряна. О, нет! Джинни, найти часы! Твои часы затягивают вслив. Поторопись, если хочешь их достать. Достала. Вырасти! Хорошо, что ты успела. Конечно, летом в Литл Тони очень скучно. Но я чуть не лишилась часов из-за наших развлечений. Вот бы в Литл Тони был настоящий бассейн. Тогда нам не пришлось бы ничего выдумывать. Почти все ученики нашей школы жалуются, что здесь нечем заняться. Эй, придумала! Мы ведь можем позвать и уменьшить наших друзей. Устроим вечеринку бассейна и превратим скучные каникулы в веселье. Да! Вечеринке нужна тема. Может, что-нибудь астрономическое? Ах, вечеринка на Марсе! Можно надеть марсианские костюмы и устроить собственный инопланетный показ мод. И организуем живое выступление сверхновой звезды всей галактики, Шани. У-у-у! И, конечно, прыжки из открытого космоса, фигурально выражаясь. Мы устроим вечеринку нашей мечты, и все друзья будут в восторге. Стойте! Они же сразу поймут, что их уменьшили. Оптический обман. Все дело в перспективе. Если вокруг наших гостей все будет маленького размера, они ни о чем не догадаются. Поставим палатку над мини-бассейном. И накроем его. Получится миниатюрное марсианское небо. Скажем всем, что это путешествие в космос. И никто не догадается, что их уменьшили. Интергалактически гениально! У нас будет собственная модная вечеринка у бассейна! И самое веселое летнее развлечение в городе! Подиум поставим возле бассейна. О, или над ним! Сцена должна быть повыше, чтобы акустика была лучше. Хорошо. Джинни, просканируй и отпечатай все чертежи. Сканирую. Отправляю печатать. Ты подобрала себе аксессуары без меня? Мы с Шаней сделали их на 3D-принтере. Набор микросхем и элементарный код. Это мои новые наручные часы. Они синхронизированы с Джинни, в них строен навигатор, лазерный сканер, голографический проектор, мини-микропроцессор, и они водонепроницаемые. Модно, стильно и функционально. О, шикарно! Посмотрим, не осталось ли у папы немного краски. Вот почему вы должны сотрудничать с моей фирмой, мистер Богач. Компания Архитектура Покет сделает общественный центр Литтлтона самым популярным местом в городе. О, это пропорции несимметричные. Или у меня глаза несимметричны? Мне все понравилось, пока ты не сказал про симметрию. Не говори так при заказчиках. Мистер Богач еще не заказчик. Но сегодня обязательно им станет. Я докажу, что мой центр нужен нашему городу. Красивый танец. Эй, пап, можно я возьму краски для своего проекта? Какой крутой макет! Поли! Она же не могла уйти в школу без нас. Девочки! Поли, ты где? И почему у тебя постарел голос? О, привет, бабушка Поли! Помогите, Поли. Ее завалило куча вещей. О, спасибо. Я и не думала, что у меня так много вещей. Вырасти! Еще созвонимся, бабушка. Конечно, милая. И помни, всегда ищи возможность помочь. Твоя способность уменьшаться может принести огромную пользу. Пока, детка. Ты не можешь взять все это, Поли. Но мне все это нужно. Посмотри на мой список дел. О, напоминание. Надо бежать. О! Спасибо за помощь, Поли. Обожаю съемки на природе. Катер. Ребята. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше бери от каждого дня! Пусть не пугает дел череда! Мир СССР, а ты звезда! Пусть увидят, как ты хороша! Было здорово, Поли. Ты так смешно танцовала! Все поверили, что ты и вправду забыла движение. Да, я очень долго репетировала. Похоже, кому-то давно пора спать. Но сейчас же еще совсем рано. Ой, напоминание! Видите, пора делать уроки. Можешь сделать их выходные. Но у меня все выходные уже расписаны. Можно мне пойти с Шаней и Лайлой в кафе и там немного позаниматься? Пожалуйста. Долго вы еще будете играть? Надо делать уроки. Дюжину? Да, конечно. Дюжину? Да, конечно. Руль не работает! Джинни! Извини нас, Джинни 2.0. Отвези нас домой, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, раз уж ты извинилась. Летим домой. Судя по ее поведению, могу сделать вывод, что личность новой Джинни слишком сильна. Примерно в 10,3 раза сильнее прошлой. Я перепишу программу, когда мы вернемся. Эй, о чем это вы там говорите? Расскажите своей подруге Джинни 2.0. Да так ни о чем. О научной выставке. Поли, ты придумала проект? О, я думаю, тебе стоит сделать какую-нибудь миниатюру. Ты точно займешь первое место. Это же научная выставка, и проект должен быть научным, а не декоративным. Я просто хотела сказать, что она настоящая королева миниатюр. Было весело, правда, девочки? Да, слишком весело. О, кстати, мне бы не помешала уборка. Мы же столкнулись с гусями. Ладно, как скажешь. И заодно смене масла. Поторопись, Поли. О, нет. Я тут подумала, хорошо бы еще отполировать корпус. В полете всегда хочется хорошо выглядеть. Привет, мам. Пока, мам. Ого! Это проект космического спутника, Миссис Покетт? Верно, Шани. У меня скоро важная презентация, но проект еще не совсем готов. Я собираю ракету для научной выставки. И раз уж вы аэрокосмический инженер, я подумала... Я с радостью взгляну, Шани. Ракета на биотопливе. Что скажете? Мне нравится обтекаемая форма носа, но не забудь добавить лопасти для стабилизации полета. Спасибо за помощь, Миссис Покетт. Дополню проект и проведу бета-тестирование. Я уже встречала девочку, увлеченную ракетостроением. Это была... я. Я думала, мы будем делать уроки. Ты разводишь цветы? Это мой проект для научной выставки. Я вывела новый сорт разноцветного горошка. Разноцветного? Ух, выглядит здорово. А теперь посмотрите на мой проект. Я сделала винтажный кроличий лабиринт. Все будут в восторге. Правда? Но как ты научила красотку проходить лабиринт? Никак. Моя научная гипотеза заключается в том, что она его не пройдет. Просто, но элегантно. Мне нравится. Но как же наука? Ня-а. Субтитры сделал DimaTorzok